Книга открытым оком том 9. Тема природа. Вопрос 2290. Вы говорите, что нужно пользоваться самыми незначительными событиями из нашей жизни, чтобы благовествовать о Христе и его втором пришествии. Покажите нам конкретном примере, как вы это делаете. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. И дом 6А, как владелец этих домов, отказывается от проведения природного газа в наши дома. И вот по какой причине. Газ природный – это взрывчатка, бомба. И сколько уже погибло от него, счету нет. Взрываются дома, поезда, как Новосибирск-Адлер, Адлер-Новосибирск. И нет конца этому безумию, что пользуются этим газом. Как пишет замминистра внешней торговли СССР Смоленинов, в книге «Деловая Америка» там от употребления газа отказались уже полста лет назад, заменив его электричеством. Протестую категорически против проведения линии газовой даже вблизи домов наших по красной линии, не говоря уже о том, что мы проводили на нашей территории. Конечно, никто нас не будет слушать. Эти наши заявления просто для проформы. Но я это пишу вам единственной с той целью, чтобы вы знали, что все жертвы этой газификации на вашей совести. И за это вам придется отвечать на суде Божьем, перед Всевышним, как самым настоящим убийцам. «Никакие террористы со своими бомбами нам не принесли столько зла, как этот природный газ, который так безумно вталкивают в наши дома. Взрываться будут целые кварталы. Будут не тысячи, а миллионы жертв от этого газа. Да явит Господь Христос нам милость, чтобы этого газа не было нигде, чтобы мы жили мирно, а не на пороховой бочке, не делались заложниками дельцов от газа. Конечно, в кавычках, гусь свиней не товарищ, кавычки закрыты, как говорит народная русская, мудрая русская пословица. И господин гусь ФНГ вряд ли нас послушает. Да будет благословен он у Господа, если внемлет этим словам. Протерея Яким Лапкин от имени Стаприхожан, начальник детского православного лагеря Староста Крестова Сдвиженской общины Лапкин Игнатий Тихович, 26 августа 2003 года. Макушка лето, солнце, как котлета, на сковородке небо жаром пышет, затылок осень, песня будет спетой, успеть свой дом покрыть надежной крышей. То дождь, то снег играет по суставам, темп не сбавляя, хлопочу со свадьбой, настраиваю струны для октавы, песнь победителя споет утенок гадкий. В последней строчке до начала ночи успеть отшлифовать наказы близким, кто разобрать каракули захочет, расшифровать пометки и записки. Мое наследие наследство не по пьянке, из свежей головы после ночной молитвы, переживания без грамма валерьянки, ластают сердце изостренной бритвой. Уже не с вами, с буковкой последней вхожу в ваш быт, советом, как всегда, три поясных поклона, не на велосипеде, в сосудах книг, жару для вас вода. Любезный, любимый, я с вами молитвенно, как бы в одном гнезде, без стука молча прежними словами, с упреками из устной из газет. Не обессудьте, я не обещал, что стану сквозняком, таким и не был, спокойно не сгорал. Пусть догорит свеча, мой горизонт осветится, сошли земля и небо. Простите, не прощаюсь, срок не кончен, бессрочной ссылки поселяюсь ныне. О теле хлопоты немногие, как впрочем, и о душе комок из красной глины я веру сохранил. Мой бег и финиш, венок Христом всем верным был обещан. Смерть побежденная, мой старый остов пилиш, Бог и Гова есть, и дух мой значит вечен. 26 июня 2004 года, Игнатий Лапкин.